Эту кухню можно назвать высокой в прямом смысле слова. Ведь она предназначена для тех, кто находится на борту самолёта. Однако здесь не будет самого воздушного продукта – суфле. Оно не переносит перепадов давления. Это один из многих факторов, который учитывается при выборе продуктов и блюд. Бортовое питание состоит из множества ингредиентов. В день на фабрике производят до 45 тысяч порций. Поскольку это пищевое производство, руки надо мыть очень тщательно, иначе в блюда попадут микробы. Готовят еду на специальных жарочных столах длиной полтора метра. На одном конце обжаривают овощи, на другом – пассируют картофель. Затем добавляют специи. Нам обычно кажется, что в самолёте подают очень пресные блюда. Но на самом деле это не так. Дело в том, что атмосфера на борту влияет на наше восприятие. Повышенная влажность и герметичность кабины притупляют вкусовые рецепторы. Бортовое меню зависит от маршрута. На рейсах в экзотические страны блюда будут пикантными, а на североамериканских рейсах приправ добавят меньше. Мясо жарят на специальном гриле. Обеды и ужины готовят и для членов экипажа. Как правило, пилоту и его помощнику дают разные блюда в целях безопасности. Ведь если у одного будет пищевое отравление, другой возьмёт управление самолётом на себя. Готовая пища охлаждается в специальной камере. Перед сборкой порций руки снова моют. Сначала укладывают пищу, которая будет разогрета на борту. Её помещают в косолетки. Внутренние маленькие контейнеры позволяют контролировать размер порций. В данном случае лучше положить меньше, чем больше. Немного соуса, затем масла, и блюдо для первого класса готово. Косолетки закрывают крышками с отверстиями. Если меню обновляется, шеф-повар встречается с представителями авиакомпаний. Он представляет образцы блюд и обсуждает ингредиенты. Обычно меню принимают только после долгих переговоров. Здесь учтено всё. В том числе расположение тарелок и чашек. Так это должно выглядеть на подносе. Всё должно быть красиво размещено. В любом блюде оформление превыше всего. Блюдо для пассажиров эконом-класса, конечно, проще. Так что планирование проходит менее напряжённо. Заполненные едой подносы помещают на тележке. Их отвозят в холодильную камеру и размещают в зависимости от номера рейса. Здесь они пробудут совсем недолго. Ведь блюда подают в день изготовления. Пассажиры и члены экипажа оценят долгую и кропотливую работу поваров вскоре после того, как поднимутся в воздух. Так что за пожеланием приятного полёта почти сразу следует приятного аппетита.